Всем привет, с вами Стас Быков, сегодня продолжаем серию видео уроков о том, как создать сайт с полного нуля без знания программирования. Я начал создавать себе свой личный новый проект в интернете, вы можете смотреть и повторять все мои действия и получать точно такие же результаты. И в итоге после четырех видео уроков вы получите уже полноценный сайт, на который будут заходить реальные люди. Напоминаю, что в первом видео, которое, надеюсь, вы посмотрели, если нет, то ссылка на него будет в описании под этим видео, в первую очередь, конечно, посмотрите его, потому что здесь мы с вами определились и приобрели доменное имя, а также зарегистрировали себе виртуальный сервер на VDS. Я там показал детально уже свой личный кабинет, давайте еще раз покажу, да, здесь у меня уже пять виртуальных серверов. Один из них, вот это новый, на котором будет крутиться наш с вами сайт, он уже крутится там. Я зашел по своему доменному имени, click.ru.ru, да, вы по-своему заходите, вот нажимаю F5 и у меня открывается вот эта заглушка, которую я, кстати, немножечко изменил в первой серии, просто вам показал, как все просто меняется здесь, да, вот этот текст. Здесь скоро будет сайт Стаса Быкова. Ну, сегодня мы эту заглушку будем убирать и размещать здесь движок WordPress, то есть CMS, CMS-система, движок управления контентом, сайтом. Почему WordPress? Потому что он наиболее оптимален и универсален. Из него можно сделать и интернет-магазин, и посадочную страницу, и использовать его как блоговый движок, и как коммерческий сайт. Обо всем об этом мы с вами поговорим в этой серии видеоуроков и, конечно, дальше проведем прямой эфир, как завершающее такое занятие, где будут отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть здесь вопросы, как создать себе сервер, то обязательно посмотрите первый видеоурок, здесь нет ничего сложного. Регистрируйтесь. Дальше я сказал, да, в первом видеоуроке, что здесь можно применить промо-код. То есть заходите в бонусы, нажимаете активировать, по-английски пишите Стас Быков, вот таким образом активировать, и получаете скидку 50% на оплату первого месяца. Это очень круто. Считайте, если мы с вами взяли сервер за 11 рублей в день, то будет у вас 5 рублей 50 копеек. То есть полцены. Да, у вас будет не 300 рублей, а всего 150 в месяц. Тут, кстати, посуточная тарификация. Если хотите проект на 10 дней, то оплатили на 10 дней. Деньги списываются каждый день. Вот захожу в баланс, видите, 4 рубля за такой-то сервер. 36 рублей за такой-то сервер. Но это у меня виртуальный Windows. Если хотите, я могу в дальнейших видео вам об этом рассказать. И теперь мы с вами приступаем к загрузке CMS-движка, то есть файлов сайта, на хостинг, на виртуальный сервер, который создали в первом видео. Вот он у меня, 195, 2, 70, 149 айпишник. Это новый виртуальный сервер. Итак, заходим с вами в Яндекс, пишем CMS-ворpress и нажимаем найти. Заходим на русскоязычный сайт WordPress. Мы скачиваем прямо вот ту версию движка, которая есть на официальном сайте. Здесь нажимаем получить WordPress. Далее на данный момент версия 5.5.1. Нажимаем скачать WordPress. И скачиваем с вами на ваш компьютер. Давайте я скачаю свою папку, где у меня находятся все материалы. Нажимаю сохранить. Файл заархивирован, весит 14 мегабайт, 100 килобайт. Сейчас мы его откроем. Здесь это окно можно закрывать. И вообще можно сайт теперь WordPress закрыть. Все, файлы скачались. Давайте нажимаем на галочку, показать в папке. Вот она открылась. И здесь что мы делаем? На правую кнопку извлечь в WordPress 5.5.1. Файлы извлекаются. А в это время что мы делаем? Мы открываем файл Zilloo и подключаемся к виртуальному серверу. Данные для доступа по FTP вам направлены на почту после того, как вы создали виртуальный сервер. Или можете найти вот здесь их поддержка. Дальше тикеты. И вот здесь создан новый сервер. Заходите туда, там будут данные для доступа. Вводим вот сюда вот файл Zilloo, имя хоста. Вы свое, конечно же, у вас будет другой IP-шник, потому что мы создаем индивидуальные виртуальные сервера. Дальше пользователь, админ. И вводим, конечно же, пароль. Нажимаем быстрое соединение. Здесь нажимаем ОК. Так, справа обращайте внимание, мы с вами подключились к нашему виртуальному серверу. Вы к своему, конечно же. Здесь заходим в папку веб. Далее, выбираем свой домен. Click.ru.ru я выбираю. Далее опять открываю его. И public.html. Вот здесь находится индекс.html. Это наша с вами заглушка. Давайте ее или удалим, или просто вот так вот сделаем. Нижнее подчеркивание. И файл деактивировали мы. Все, теперь нам нужно с вами в левой части файл Zilloo открыть нашу с вами папку. Вот эту вот. Вот она. То есть мы с вами находим ее вот в этой левой части, чтобы потом перекинуть файлы. Я могу сразу же так скопировать вот здесь из адресной строки. Копировать. Вставить. Enter. Все, я сразу же нашел. Но если вы можете просто не копировать, а здесь в структуре на своем диске C или D найдите эту папку. Далее мы находим WordPress 551. Еще дальше захожу. И здесь я вижу структуру папок. Мы все их выделяем. Нажимаем Ctrl A. Все выделились. И теперь зажимаем левой кнопкой мышки и перетаскиваем в правую часть. И отпускаем ее. Все, у нас видите 2020 файлов было. И сейчас вот они загружаются поочередно. Сейчас загрузка пройдет. И мы с вами уже начнем устанавливать WordPress движок на нашем хостинге. Все, все файлы у нас с вами закачались. Теперь давайте в браузере откроем наше доменное имя. У меня click.ru.ru. И здесь нажимаем F5, то есть обновить страницу. Нажимаем. И теперь у нас, видите, открывается установщик WordPress. То есть мы с вами уже половину работы сделали. Далее нажимаем вперед. На этом шаге нам теперь необходимо подключить базу данных. Для этого нужно, конечно, ее создать. Заходим в личный кабинет Vesta. Данную ссылку вы тоже можете найти в письме, которое вам пришло на почту. Или также вот здесь вот в тикетах. Вы найдете это. Переходите в личный кабинет Vesta. Здесь переходим в database. И теперь нажимаем добавить BD. То есть добавить базу данных. И нам нужно с вами ее создать. Давайте создадим конкретно для этого сайта. Чтобы не путаться, просто пишите начало названия домена. Например, у меня click.ru. В итоге имя базы данных будет вот такое. Admin нижнее подчеркивание click.ru. Обязательно все данные сразу же себе сохраняйте. Пользователь. То же самое всегда обычно оставляю. Видите? Admin нижнее подчеркивание click.ru. Отлично. Теперь нужно сгенерировать пароль. Нажимаем сгенерировать. И дальше тоже сохраняем его, конечно же, себе. Тип базы данных MySQL. Сервер Local Host. Кодировка UTM8. Все это оставляем. Нажимаем добавить на зеленую кнопочку. Все. Видите? База данных admin click.ru. Успешно создана. Снова переходим. Вот здесь в database. То есть мы видим, что база у нас создана. Все настройки у нас верные. Дальше возвращаемся снова в панель установки WordPress. И здесь имя базы данных. Вписываем с вами admin click.ru. Дальше имя пользователя точно такое же. Пароль, который мы с вами сгенерировали. Дальше сервер базы данных Local Host. Вспоминайте, мы там оставили. И префикс WP нижнее подчеркивание тоже оставляем. Теперь нажимаем отправить. Все в порядке. Вы успешно прошли эту часть установки. WordPress теперь может подключиться к вашей базе данных. Все правильно. Если у вас появилось точно такое же сообщение, вы сделали все верно. Нажимаем запустить установку. Теперь у нас с вами настройки сайта идут. То есть название сайта. Давайте я напишу. Продажи в интернете. Имя пользователя обязательно себе сделайте. Можете его, конечно, как адрес сайта. Но я обычно его стараюсь посложнее сделать, чтобы различные хакеры не могли его взломать. Дальше здесь тоже есть пароль. Пароль от админки, то есть от личного кабинета вашего сайта. Обязательно его сохраните. Далее вводите e-mail администратора. Ну, свой рабочий обязательно e-mail введите. Видимость для поисковой системы. Если вы не хотите, чтобы Яндекс и Google видели ваш сайт, пока вы его разрабатываете, то поставьте здесь галочку. Потом ее можно снять в настройках. Я оставлю, пускай индексирует. И нажимаю установить WordPress. Все, у нас с вами установка завершена. Я вас поздравляю. Вы справились с этой задачей. WordPress установлен. Желаем успешной работы. Имя пользователя и пароль. Обязательно от админки сохраните себе. Все данные я обычно записываю в блокнотик. Он прямо на компьютере. И сохраняю в этой папке, куда я скачивал файлы WordPress. Итак, здесь нажимаю «Войти». Ввожу логин, пароль от админки. Нажимаю «Запомнить» и «Войти». Так, идет загрузка у нас в консоли. Все, мы с вами попали. Давайте посмотрим, как теперь выглядит сайт. Для этого можем слева вверху здесь навести на название сайта. Дальше перейти на сайт. И мы видим «Click.ru.ru». И у нас работает с вами уже WordPress. Все, я вас поздравляю, вы молодцы. Много работы уже сделали. Но еще впереди, конечно, мы с вами будем делать и настройку этого сайта. И оптимизацию под поисковые системы. И устанавливать необходимые плагины. Все это мы с вами успеем. И я также доступным языком буду это объяснять. Далее, конечно, что нам нужно сделать. Определиться с дизайном, который будет использоваться на сайте. Здесь любой шаблон, любую тему можно настраивать индивидуально. Вот смотрите, заходим в консоль. Дальше. Внешний вид. Здесь вот есть три темы. 2020, 2019 и 2017. Которые используются по умолчанию в WordPress. Но мы можем добавить новую тему. Вот здесь сверху нажимаем «Добавить». И выбираем из «Избранные», «Популярные», «Свежие», «Любимые». То есть очень много тем, которые предоставляются и бесплатно, и платно. Выбирайте на свое усмотрение. Также у каждой темы есть предпросмотр. Например, вам вот эта тема понравилась. Нажимайте «Просмотреть». И мы увидим, как будет выглядеть сайт. Когда на нем будет все наполнение. Мне обычно для блогов очень нравится минимализм. Не нужно усложнять. Давайте зайду в «Популярные». И выберу, например, «2015», который нажимаю «Посмотреть». Он очень простой. То есть слева фиксированное меню. Справа как раз скролятся все тексты. И как раз то, что мне нужно. Но вы можете выбрать на свое усмотрение. Да, вот случайно закрыл страничку. Снова открою. И все делается очень просто. Внешний вид. Темы. Добавить. Еще раз повторим операцию. И выбирайте тему, которая вам здесь наиболее понравилась. Вот, например, тоже минимализм присутствует. Нажимаю «Посмотреть». Тоже такая тема, да, не загруженная дизайном. Ну, давайте, например, нажимаю «Установить». И теперь нажимаем «Активировать». Сейчас у нас дизайн поменяется. Как видите, вариантов дизайна очень много. Все у нас поменялось. Возвращаемся на сайт. Нажимаем «Ф5». Ну, чтобы кэш обновился, я рекомендую «Shift» и «Плюс Ф5». Все, смотрите. Теперь у нас слева есть меню. Справа будут статьи находиться. Вот нажимаем «Привет, мир». Статья открылась, да. Можем попасть снова на главную страницу. Теперь у нас с вами все готово. Да, движок установлен. Нам осталось просто его настраивать. Какие-то элементы. Вы пока можете, если что-то разбираетесь, не ждать третьего видеоурока. А сами вот здесь вот смотрите. Внешний вид темы настроить. То есть, каждую тему можно настраивать. Например, свойства сайта. Вот продажи в интернете, да. Далее смотрим. Цвета, какие используются. То есть, любую тему можно настраивать. Фоновое изображение, что будет находиться в меню. Если вы уже что-то здесь понимаете. И, в принципе, интуитивно можно понять. Или ожидайте третий видеоурок, где мы с вами будем полноценно уже настраивать и внутреннюю оптимизацию делать, и по дизайну подкорректируем. Создадим блоки меню, чтобы в итоге у нас уже получился сайт, который не стыдно показать людям, да. И мы будем уже работать над тем, как его наполнять. С движком мы определились. Сайт мы сделали. Виртуальный сервер также создали на VDS. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, вы можете задавать их в комментариях под этим видео. Смотрите серию видеоуроков, повторяйте за мной, и в результате у вас будет свой полноценный сайт. Обязательно поддержите видеоурок лайком. До новых встреч. Пока-пока.